Всем привет, с вами канал Футбол Лайв и это свежий выпуск футбольных новостей. Стерлинг не знал о желании Челси продать его. Мореско сказал ему об этом за пару дней до игры. Рахим помогал клубу подписать Палмера и Адарабию. Трипьер сообщил Ньюкаслу о желании покинуть клуб. Защитник интересен Аталанте и Галатасараю. Воспитанник Барсы Мунир перешел в Леганес из Лас-Пальмаса. Контракт форварда на два года. Дейбала отклонил предложение Аль Кадиси на 75 миллионов евро. Он остается в Роме. Ливерпуль продал Ван де Берга Брэндфорду за 25 миллионов фунтов. Барселона продает Файе Рену за 12 миллионов евро. Сделка включает обратный выкуп более чем за 35 миллионов. Стерлинга предлагали Бавари несколько недель назад. Клуб отказался из-за возраста и высокой зарплаты Вингера. Аталанта за 20 миллионов евро и бонусы купила защитника Белланову у Торина. Хаммест перейдет в Райо. Экс-игрок Реала прилетел в Мадрид. Реал обдумывает выкуп Гутьереса у с целью перепродажи. Гвардиола стал фаворитом на пост тренера сборной Англии. Карсли второй у букмекера. Поттер третий. Наполи договорился о трансфере Гилмора из Брайтона за 18 миллионов евро с учетом бонусов. Канцеллу близок к переходу в Вальхилаль за 40 миллионов евро. Контракт на три года и 70 миллионов. Ливерпуль и Валенсия устно согласовали трансфер Мамардашвили за 35 миллионов евро. Вратарь останется в аренде Валенсии. Американский полузащитник Уэстон Маккенни заключит новый трудовой договор с туринским Ювентусом. Андреас Кристенсен может вернуться в Англию. Трансфер готовы осуществить Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм. Ювентус возобновил переговоры с лагерем вингера Манчестер Юнайтед Джейденом Санчо. Несмотря на то, что ранее тем летом Санчо помирился с главным тренером Юнайтед Эриком Тенхагом, Джейден все еще может покинуть Олд Рафорд. Санчо не попал в заявку Юнайтед на первый матч первого тура премьер-лиги и Тенхаг посоветовал своему подопечному быть готовым к серьезной конкуренции. По информации журналиста Фабрицио Романо, Санчо является одной из ключевых целей Ювентуса на остаток летнего трансферного окна. Если верить итальянской прессе, Ювентус хочет взять 24-летнего игрока сборной Англии в аренду с последующим выкупом. В борьбу за Санчо все еще могут вступить другие клубы. Например, Джейдена также сватают в Челси и Пассажи. Астанвилла ведет переговоры насчет перехода вингера Челси Рахима Стерлинга. Как известно, 29-летнему Стерлингу нет места в планах главного тренера Челси Энсо Морески, который уже посоветовал Рахиму подыскать себе новый клуб. По информации The Guardian, Стерлинг может обрести пристанище на Виллапарк. Бирмингемский клуб как раз находится в поисках еще одного атакующего игрока. Вилла открыта к аренде Стерлинга, если сможет достичь компромисса по зарплате Рахима. В Челси у него еще остается три года по контракту, а жалование игрока составляет 325 тысяч фунтов в неделю. Челси и Вилла находятся в контакте все лето. Два клуба провернули между собой трансферы о Мари Кейлимана и Яна Матсона, а также вели переговоры насчет Конора Галлахера и Джона Дурана. Саунгемптон готовит предложение насчет аренды голкипера Арсенала Аарона Рамсделла. Ранее на этой неделе стало известно, что свое предложение насчет аренды Рамсделла с опцией выкупа направил Вулверхэмптон. По информации Sky Sports, теперь желание обеспечить 26-летнего англичанина игровой практикой собирается выразить вернувшийся в премьер-лигу Саунгемптон. Приоритетом для Арсенала остается постоянная трансфер Рамсделла, или по крайней мере аренда с обязательством выкупа. В прошлом сезоне Рамсделл сыграл 11 матчей за Арсенал и только 6 из них пришлись на премьер-лигу. Арсенал наконец достиг договоренности с испанским Реал Соседат о приобретении полузащитника Микеля Мерина. Сумев отразить интерес Ливерпуля к Мартину Субименди, другого своего ключевого полузащитника в лице Мерина, Реал Соседат судя по всему уже лишится этим летом. Как сообщает The Athletic, клуб Ла Лиги согласился отпустить Микеля в Арсенал за 33 миллиона евро. Еще 5 миллионов будут предусмотрены в виде бонусов. Ожидается, что теперь 28-летний игрок сборной Испании заключит с Арсеналом контракт до 2028 с опцией продления по инициативе клуба. Если не случится каких-либо неожиданностей, Мерина станет третьим приобретением Арсенала этим летом после галкипера Давида Раи, выкупленного у Брэндфорда, и защитника Рикардо Калафьори, приглашенного из Болонии. Главный тренер Челси Энсо Мореско отказался признать избыток игроков в составе своей команды беспорядком. Этим летом Челси закупил очередную порцию игроков и новый сезон начал с более чем четырьмя десятками футболистов в первой команде. Однако Мореско уверяет, что уже отсеял лишних и работает лишь с ограниченной группой игроков. «Это не так, что я работаю с 42 игроками, как это преподносит снаружи. Я работаю с 21 игроком. Остальные 15-20 тренируются отдельно. Они являются игроками Челси, но они работают не со мной. Я не вижу их. Это не беспорядок, как выглядит снаружи. Вам медиа нравится говорить, что у нас 43 игрока, но более 15 тренируются отдельно. Они не с первой командой». Цитирует Мореско The Independent. Nottingham Forest близок к покупке нападающего Арсенала Эдди Нкеттия. Ранее этим летом договориться о покупке Нкеттия не смог Марсель, а также интерес Эдди до сих пор сохраняет Crystal Palace. Брэнфорд из числа претендентов на 25-летнего англичанина выбыл после покупки Эва Нилсона. Однако Sky Sports утверждает, что борьбу за Нкеттия выиграет Форест, который все ближе к компромиссу с Арсеналом, требующим за своего воспитанника свыше 30 миллионов фунтов. Фабрицио Раману добавляет, что сам Кеттия уже согласовал условия личного контракта с Форест. При этом Ноттингем продолжает интересоваться нападающим Фейнорда Сантьяго Хеменоса, но выдвинутое накануне предложение Лесников 22 миллиона фунтов плюс бонусы было отклонено. Парис Сен-Жермен приблизился к подписанию нападающего Аталанты Аделомы Лукмана. Несколько дней назад в СМИ уже появлялось известие о договоренности парижского клуба с нигерийцем, но переговоры с Аталанты к тому моменту еще не стартовали. Как сообщается в обновленном отчете инсайдера Флорина Плетенберга, теперь ПСЖ полностью согласовал условия сотрудничества с Лукманом. В настоящий момент Гранд Лиги 1 обсуждает сделку с руководством Бергамасков. Интерес к 26-летнему форварду также проявляет лондонский Арсенал. Сам же игрок предпочитает перейти в ПСЖ. Однако канонеры готовы сделать свой ход, если переезд игрока во Францию в итоге сорвется. Эвертон готов побороться за футболиста Парис Сен-Жермен Карлоса Соллера. Парижане намерены расстаться с испанцем до закрытия летнего трансферного окна. Главным президентом на хавбэка долгое время считался Вестхэм, но теперь в борьбу вступает еще один представитель английской премьер-лиги Эвертон, информирует журналист Флориан Плетенберг. Ириски уже связывались с ПСЖ для обсуждения условий потенциального трансфера. По имеющимся данным, ПСЖ рассчитывает выручить от продажи Соллера около 20 миллионов евро. 27-летний игрок записал на свой счет 8 забитых голов и столько же результативных передач, проведя 63 матча в цветах парижского Гранда. Всем спасибо за просмотр, это были все актуальные и свежие новости к этому часу.